ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей Вячеславович, добрый день. Здравствуйте. Халид, у нас закончился чай в чайнике, и для нашего разговора это невозможная ситуация. Я тоже не могу задавать вопросы без чая, здесь достаточно прохладно. Давайте согреваться. Я оставлю чайник. В книгах Сергея Савельева подробно описаны особенности и этапы взросления детей. Среди детей, которые не вступили в пубертатный период, наиболее часто встречаются так называемые обыкновенные дети. Их формирование происходит при сбалансированном созревании лимбической системы и неокортекса мозга. Они посредственно учатся и не оставляют у окружающих никакого впечатления о своей индивидуальности. Дети этой группы, а затем и подростки, составляют около 70%. Их поведение базируется на природных механизмах морфогенеза, которым они полностью подчинены. Это социализированные конформисты, живущие по инстинктивно-гормональным правилам. Они формируют основу стабильности любого общества. Подростки из этой группы с равной вероятностью могут стать истинными гениями и талантами или остаться простыми обывателями. Иногда гениальные задатки у таких детей проявляются довольно рано. Но обычно эти ранние проявления принимают за неординарное и даже эксцентричное поведение и считают, что у детей возникли органические функциональные расстройства. К пубертатному периоду развития, как правило, формируются еще две малозаметные группы детей с социально зрелым поведением. У них проявляется неодновременное созревание головного мозга, гетерохрония. Быстрее развивается либо лимбическая, либо неокритикальная система головного мозга. У первой группы, это наиболее распространенный случай, созревание лимбической системы идет быстрыми темпами и становится базовым компонентом поведения. Дети из этой группы, как кажется взрослым, все понимают, но ведут себя как-то не так из-за отсутствия жизненного опыта. На самом же деле, их поведение строится на биологических мотивациях инстинктивно-гормонального происхождения, на основе подражательно-имитационных форм общения. Такое поведение наблюдается, например, у рассудительных девочек. Они хорошо учатся, слушаются родителей, но занимаются исключительно подготовкой к быстрому репродуктивному успеху, замужеству и созданию семьи. Мальчики из этой группы становятся образцом социальной доминантности. Они рано начинают проявлять успешный социальный паразитизм, но при этом радуют родителей финансовыми удачами. У детей из этой группы лимбический комплекс мозга остается определяющим на всю жизнь. Такие люди, как правило, социально успешны и составляют около 10% общества. Также они умело пользуются и рассудочной неократикальной частью мозга как удобной вспомогательной системой для получения каких-либо преимуществ. Оставшиеся 10% детей являются носителями своеобразных проблем созревания головного мозга. Это тоже проявление гетерохронии, но она осложнена отсрочным созреванием неокортекса. В этой группе детей лимбическая система развивается в обычные сроки, а вот неократикальный комплекс мозга формируется очень долго. Такая задержка приводит к двум примерам поведения. С одной стороны, это вполне обычные дети, которые самостоятельно принимают исключительно эгоистические решения. Такое поведение слабо сочетается с проявлениями социального конформизма. С другой стороны, созревание неокритикального комплекса затягивается примерно на полтора десятка лет, и родителям, и окружающим кажется, что адекватного поведения ожидать уже не следует. В силу того, что зачастую общество отторгает таких людей, только менее 1% представителей этой группы могут дождаться созревания неокортекса и воспользоваться его преимуществами. Отказаться от сложившейся системы отношений в пользу творческой неокритикальной активности мозга большинству таких людей так не удается. Отдельно следует отметить, что в процессе непростой жизни нервная система перестает нормально функционировать примерно у 70% взрослого населения. У детей пубертатного периода эти отклонения иногда списывают на особенности развития или скрытую одаренность в зависимости от образования и самомнений родителей. Таких детей часто начинают воспитывать особым способом, тем самым усугубляя нейробиологические отклонения в развитии. Я начну с вопроса по очень серьезной и очень непростой теме, особенно, как мне кажется, в наше сегодняшнее время и в нынешней международной ситуации. Вы пишете следующее. Для человека форма обучения жизненному поведению под названием «запечатление» является очень важной. Из-за сложной структуры нервной системы запечатление у человека имеет многочисленные особенности. Главная особенность в том, что процесс запечатления у человека может продолжаться более 20 лет. Фиксация запечатлений происходит неожиданно в периоды активного образования нейронов в тех или иных структурах головного мозга. Поэтому процесс запечатления связан как с созреванием мозговых структур, так и с событиями в жизни человека. Допустим, у детей-террориста началось формирование связей нейронов внутри миндалевидных тел, амигдал. Они являются центром инстинктивного контроля немотивированной агрессии. Если в этот период созревания ребенок станет свидетелем агрессивных действий отца-террориста, то увиденное повлияет на всю дальнейшую жизнь ребенка. Став взрослым, он будет испытывать немотивированную неприязнь и скрытую агрессию к людям, похожим по полу, цвету кожи, религиозным воззрением или сексуальным предпочтением на тех, кого когда-то преследовал его отец. Учитывая то, сколько мы имеем сегодня конфликтов в мире, и в арабском мире в частности, невольно задаешься вопросом, что с этим делать, что делать с поколением детей, выросших на насилие. Это очень большая проблема. И в первую очередь, она связана с тем, что действительно таким детям помочь очень сложно. Конечно, не все дети, которые наблюдали какие-то жестокости или участвовали в них сами, пойдут тем же путем и станут террористами. На наше счастье, человеческий мозг у каждого человека развивается по-разному. И, например, не все дети, даже прошедшие через кошмар современных войн Ближнего Востока, станут террористами и пойдут воевать. Конечно, военное детство скажется на их психике, но и это не обязательно. То есть наш мозг так устроен, что в некоторых случаях сможет справиться с негативными впечатлениями и эмоциями. Но в среднестатистическом случае, когда чей-то мозг не сильно отличается от стандарта и имеет достаточно стабильную конструкцию, это может закончиться трагедией. Дело в том, что запечатления, о которых мы говорим, и делают человека человеком. Они влияют на его жизнь в обществе. Помните, в прошлый раз мы говорили с вами о детях, которые оказывались брошенными в джунглях и вырастали там среди животных. Мы тогда выяснили, что такие дети не способны вернуться в социальную структуру общества. Их, конечно, пытаются воспитывать. С ними работают психологи, физиологи, педагоги. Но все равно ничего не получается. Тогда возникает вопрос, что происходит с детьми, которые родились и выросли в условиях войны. Ведь это тоже неестественная, искусственно сформированная среда. Такие дети растут и не видят вокруг ничего, кроме оружия, боев и смерти. Это точно такая же уникальная среда, как и джунгли. С этим мы ничего не можем сделать. У таких детей останется запечатление того, что их окружало в период взросления. И в этом катастрофа. В таком случае нельзя будет ничего изменить. Эти запечатления станут для выросшего в таких условиях ребенка алгоритмом принятия решений. Может, в этом причина существования продолжительных религиозных войн? Например, знаменитая 30-летняя война, столетняя война, идеологические войны опять-таки. Да, конечно. Многие сегодняшние генералы в Америке, в России и в других странах воспитывались и выросли в эпоху холодной войны. Более того, многие из них являются потомственными военными, то есть их отцы тоже были офицерами. Отцы отправляли своих сыновей учиться в военные училища, как, например, в СССР учились в Суворовском училище. Не совсем так. Они росли и воспитывались тем, что капиталистические страны идеологический враг. А вот это верно. Поэтому, когда такой курсант училища становится уже генералом, он опять-таки продолжает считать капиталистов врагами. Да, это то, что он запечатлел в детстве, то, что слышал в доме, когда о работе говорил отец-офицер, чему учили в училище. И наоборот, для американцев Россия враг, для нас Америка, а в других странах, например, шииты враги или суниты и так далее. Конечно, это происходит по одному и тому же принципу. Непроизвольное запоминание алгоритмов поведения в той или иной ситуации. Чтобы этого не было, необходимо разорвать сложившиеся алгоритмы. Были примеры такого разрыва? Да. Какой у нас самый яркий пример? Одна единственная страна, в которой мы находимся. После революции 1917 года, когда к власти пришла партия коммунистов во главе с Лениным, что они сделали в первую очередь? Они обратили внимание на детей, на новые поколения. Они поняли, на кого надо делать ставку. И в этом было отличие российских коммунистов от революционеров других стран. Для работы с детьми коммунисты привлекали ученых, очень серьезных людей в области изучения мозга. И они сказали, что необходимо сделать разрыв поколений. Если бы это происходило в арабском мире, ученые, например, сделали бы акцент на том, чтобы в семье суннитов перестали ругать шиитов. Сделать это можно было бы только одним способом. Или чтобы не ругали евреев. Да кого угодно, это не важно. Как вы понимаете, посеять вражду между людьми легко. Здесь подойдет любая религия. Что сделало нищее советское государство, которое только-только образовалось? Его лидеры вложили колоссальные, немыслимые, ни для какой страны деньги в создание ясли, детских садов и школ. Для чего? Такие образовательные организации как раз и забирали детей из системы старых социальных отношений, религиозных, духовных, капиталистических и даже экономических. Дети подолгу находились без родителей и их начинали методично воспитывать. С самого раннего детства с девочками и мальчиками занимались специально подготовленные люди, искренние революционеры, преданные делу и стране патриоты. Воспитывая детей вне семейных традиционных отношений и традиционного менталитета, они тут же противопоставляли детей и родителей, а кроме того, заменяли одну базу поведения на другую. Дети становились атеистами и антиимпералистами. Да, и всего через поколение, к 41-му году, в сельской стране выросли люди с твердым убеждением, что они живут в лучшей стране в мире. И поэтому все они так храбро сражались в боях против врагов. То есть им заменили религиозный и национальный антагонизм на идеологический антагонизм, на новую религию. Это хороший пример трансформации, пример манипуляции. Да, и за три поколения в Советском Союзе у людей появился действительно совершенно другой менталитет. Процитирую вас. Было исследовано 350 марокканских детей дошкольного возраста. Верно. Одна группа ничему не училась, вторая группа получала современное дошкольное образование, а третья группа развивалась в традиционной среде, занимаясь изучением Корана. Основным результатом этих исследований стал вывод о том, что способность детей запоминать, сохранять и воспроизводить информацию зависит от развитости социальной среды и от принудительного обучения. Далее вы пишете, как это влияет на ребенка. И вот, изучая ваши труды, я нашел один большой минус. При традиционалистском подходе не формируется критическое мышление у ребенка. Так это главное. Именно. Как вы считаете, есть ли в традиционалистском подходе хоть какие-то плюсы, или все-таки нужно отходить от традиционной модели воспитания и обучения детей, чтобы перейти на жесткое воспитание критического мышления, которое способствует развитию мозга? Ни в коем случае. Расскажите вашу точку зрения. Это интересно. У меня жесткая точка зрения. Тем не менее. Я считаю, что традиционалистский подход в воспитании надо развивать всемерно. И я считаю, что ни в коем случае нельзя развивать массово критическое мышление, потому что это ничего не даст. Почему ничего не даст? Потому что критическое мышление подразумевает отрицание, а отрицание подразумевает, как правило, бездействие, бездеятельность и мелкий социальный паразитизм. Посмотрите, во что превращаются такие критики в любой стране при любых условиях. Они паразитируют на том, кого критикуют. То есть всегда в популяции любые существа разделяются на тех, кто является паразитом, и на тех, кто является добытчиком. В обществе с традициональским воспитанием вырастают те, кто становится добытчиком. Эта система вырабатывалась тысячелетиями. Например, в определенной этнической группе или внутри какого-либо большого этноса вырабатываются традиционные приемы воспитания детей. Их не надо нарушать ни в коем случае, потому что иначе может произойти настоящая трагедия. Классический пример — это Средняя Азия. Я хорошо знаю народы Средней Азии, поскольку работал там довольно продолжительное время. У этих народов существует система территориально-этнического объединения. Она называется махаля. Это то же самое, что кагал у евреев или русский мир. И вот пока все живут в пределах традиционной махали, у всех отличное отношение. Старшие руководят младшими, есть общая ответственность друг за друга, младшие уважают правила и законы. Но когда люди уезжают из махали и приезжают, например, в Россию, то как будто бы срываются с цепи, начинают вести себя просто безумно. Почему так происходит? Если человек обладает творческими началами, то это особый случай. Такой человек вырвется из любой традиционалистской системы и будет заниматься тем, к чему приспособлен его мозг. Но если человек ничем особым не одарен, то ему лучше оставаться в системе традиционалистских отношений. Эти отношения помогут купировать его вероятное асоциальное поведение вне системы. Для чего были выработаны все исторически традиционные формы поведения в тех или иных этнических группах или религиях? Для того, чтобы просто-напросто оградить тех людей, у которых есть ряд скрытых проблем, которые вне системы могут привести человека в тюрьму или даже к гибели. Так что традиционалистская система сохраняет такому человеку жизнь. Человеческая жизнь лежит в основе такого порядка. И для того, чтобы оградить таких людей от собственных немотивированных поступков, и были созданы традиционные системы воспитания. Не надо их нарушать. Но есть и проблема в таких системах. Проблема в конформизме, в апологетике. Да, да, люди вырастают в системе конформистами и не представляют опасности для общества. Конечно, и в этом нет ничего страшного. Поэтому я считаю, что нужно поддерживать такие традиционалистские системы. Я вообще выступаю за то, чтобы всячески сохранять то, что веками сохранялось в конструкции мозга людей определенных этносов. Нельзя менять уникальные свойства, наработанные в разных этносах, в разных религиях за тысячелетия. Мы сможем потом использовать эти свойства в ближайшем будущем, когда чуть больше начнем разбираться в строении человеческого мозга. К этому все идет. А так я могу сказать, что основная проблема традиционализма — это отсутствие системы объективного отбора людей с различными способностями. Мы об этом с вами уже говорили. И это то, что я и называю церебральным сортингом. Как только появится возможность выявлять людей с выдающимися способностями, то тогда определенно возникнет и необходимость воспитывать их иначе. Если у таких людей есть особые способности, которые могут принести человечеству больше пользы вне воспитания традиционалистской системы, то их действительно лучше из таких общин забирать. А так традиционалистская система хороша, и люди со сверхспособностями из нее обычно все равно вырываются. То есть это хороший критерий. А для обычных людей выход из традиционной системы воспитания и попадания в чужую среду — это повод для бесконечных этнических и религиозных конфликтов. У меня к вам объемный и очень непростой вопрос. Понятно, что арабский, мусульманский мир очень неоднородный. Вы знаете, что есть смуглые, темноволосые арабы, есть такие, как я, кто живет в Сирии, Ливане. Как известно, есть разные теории и размышления о том, зависит ли формирование мозга от расовой принадлежности. В основном рассматриваются три основные расы — белая, желтая и черная. Скажите, с точки зрения нейробиологии, есть ли такие различия между расами, которые можно назвать фундаментальными? Смотрите, ваш вопрос складывается из двух частей. Первая часть говорит о том, существует ли разница в формировании мозга у разных рас. Я считаю, что разница есть. Если мы займемся антропологией и изучим ряд различий в строении человеческого тела у более чем двух тысяч человек, то да, мы найдем небольшие количественные разницы между, например, африканцами, европейцами и меньшими этническими группами. И такие исследования были проведены. В моей книге «Атлас мозга человека» есть список, где собраны даже половые различия для каждого из этносов. Но я еще раз повторяю. Для того, чтобы выявить такие различия, надо исследовать более чем две тысячи человек. Тогда это будут более достоверные результаты. Если людей будет меньше, выводы могут вызывать сомнения. Вторая часть вопроса о том, есть ли разница между расами на более глубоком биологическом уровне, например, в строении ткани организма. Первые, предварительные данные об этом есть. Но вы же понимаете, что это не самая модная тема на свете. Но потому что она провоцирует вопросы, которые связаны с политкорректностью. Да, эта тема не очень политкорректна, поэтому финансирование на подобные исследования никто в мире не дает. То есть деньги не дают, чтобы не сделать хуже. Да, я, например, пытался углубиться в эту тему. И поняли, что есть какие-то различия, которые могут вызвать вопросы или неприязнь. Я увидел разницу между корой головного мозга, монголоидов и европеоидов. И разница прослеживалась неоднократно, она повторялась. Хотелось, конечно, разобраться в этом и дальше. Хотелось понять, насколько правильным путем мы идем, чтобы максимально использовать имеющиеся различия. Но ведь есть такие различия между расами, которые очевидны всем, и все с этим соглашаются. Можно, конечно, считать это стереотипами, но многие уверены, что среди европеоидов много изобретателей. А монголоиды, японцы, корейцы, китайцы прекрасно развивают уже созданные технологии. Это ведь типичная мировая история. Представители кавказской расы, да, представители кавказской расы прекрасно изобретают и открывают что-то с нуля. Это видно даже по количеству нобелевских премий, полученных ими. Ну, нобелевские премии не показатель. В любом случае, большинство изобретений принадлежит европеоидам. Можно привести и другие примеры того, в чем та или иная раса является лучшей. Это имеет отношение к реальности? Это вполне себе имеет отношение к реальности. Но дело не в том, что, допустим, восточные люди хуже думают. Нет, дело не в этом. Дело в том, что на Востоке, в той же Японии или в Китае, шел один процесс отбора и развития. Я писал об этом в книге «Церебральный сортинг». А в Европе шел другой процесс отбора. Причем схожие принципы отбора были не только субубо в европейской части нашего континента, но и от Урала до севера Африки. Кстати говоря, арабская территория — это место, где тоже шел очень интенсивный искусственный отбор. Я имею в виду войны, конфликты, спровоцированные самими людьми. Ведь какова была цена такого методичного отбора? Люди гибли за идею, при этом уничтожались целые популяции. Бывало, по 80% народов убивали, некоторые погибали все до одного. То есть шел очень интенсивный искусственный отбор. Но вернемся к Европе. Там тоже велись бесконечные битвы и войны. Шел интенсивный отбор, и поэтому со временем сформировалась высокая индивидуальная изменчивость мозга у европеоидов. А в Китае была совершенно другая социальная система. Там на протяжении тысяч лет шел специальный направленный отбор людей, готовых трудиться на государственную систему в условиях особой иерархии. Кто-то нормально встраивался в такую систему, например, легко сдавал испытания на определенный чин, кто-то нет. Такая система экзаменов, кстати, существует у них до сих пор. Так или иначе, это привело к созданию очень жесткой селекции. Можно и так сказать. Но это была целенаправленная селекция, без убийств и уничтожения. И в результате они добились упорядоченного государственного устройства. И уровень изменчивости мозга там невысокий. А вот европейское разгильдяйство и уничтожение друг друга без серьезного повода привели к обратному эффекту. Дисциплина нулевая. Зато идей в головах у людей много, в том числе и глупых. В Европе почему много всего придумано? Просто среди немыслимого количества не всегда хороших идей появляются две-три очень рациональных. Это очень быстро становится заметным, известным всем. И все, изобретение готово. В вашей книге «Церебральный сортинг» я обратил внимание на то, что в самых привычных нам проявлениях жизни мы становимся наблюдателями той самой разницы, которая существует между людьми разных рас. Например, мы видим, что в баскетболе в основном успешнее, всех играют представители негроидной расы, а в хоккей отлично играют только представители европеоидной расы. Да? Согласитесь, увидеть на ледовом поле с клюшкой жителей Африки сложно. Конечно, неплохо будут играть. Получается, интуитивный, естественный отбор так или иначе происходит. И сейчас мы это видим. В том же самом спорте и в других областях жизни. В своей книге «Церебральный сортинг» вы не указываете точные цифры, поэтому я спрошу, на каком этапе формирования и становления человека можно проводить специальные исследования мозга, чтобы можно было понять, в какой сфере деятельности он проявит себя на максимально высоком уровне. С того самого момента, как мы уже с вами выясняли ранее, когда начинается половое созревание. Понятно, да. Вот как только у девочки и мальчиков начинается половое развитие, уже можно делать высокоточную томографию, чтобы понять, к чему у них есть способности. Кстати говоря, с момента наших первых интервью прошло не так уж много времени, но уже сейчас такой томограф можно сделать за вполне приемлемые деньги. То есть речь идет уже не о миллиардах, а о миллионах долларов или евро. То есть технологии достигли такого совершенства, что можно хоть сейчас строить прибор, на котором можно исследовать человеческий мозг с высокой точностью, и при этом у живого человека. Не у мертвого, когда мозг исследует, доставая его из черепной коробки. Развитие технологии идет быстрыми темпами, и мы действительно сможем с помощью нового томографа получить такие изображения, которые покажут конструкцию мозга изнутри. Надо сделать буквально несколько исследовательских шагов, чтобы начать строить приборы с необходимым разрешением для прижизненного исследования мозга и определения способностей человека. Так что наука и технология развиваются довольно быстро. Сергей Вячеславович, я очень благодарен вам за беседу. Был рад нашей новой встрече. Спасибо и вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok